Понимаете, вот им нужна жертва. Мы задержали организаторов этих, которые прятались, по зауголью бегали. Около трех тысяч. Из них почти половина в Минске. Обкуренные, Сергей Николаевич. Пьяных, много пьяных. С наркотиками. Ужас. По словам правоохранителя, также жителей сразу целого ряда городов, в которых отмечены беспорядки, в их населенных пунктах наблюдается необычное скопление автомашин с российскими номерами. Замечены молодые люди с явно украинским акцентом. То, что иностранные граждане принимают непосредственное участие в беспорядках, подтверждают и кадры, предоставленные правоохранительными органами. Среди задержанных и граждане России. В эти минуты мы получаем видео с показаниями этих людей. Обязательно все это будет в наших следующих выпусках новостей. Правоохранители сообщают, что среди задержанных большое число лиц с богатым уголовным прошлым, они стоят во главе уличных беспорядков, втягивают противоправную деятельность людей очень молодого возраста, легко поддающихся влиянию и настроенных крайне агрессивно. Правоохранители и медики подтверждают, что многие задержанные находились в состоянии алкогольного и даже наркотического опьянения. Следственный комитет в очередной раз призвал граждан... Место проживания? Россия, город Тверь. Что здесь делаем? Отдыхал с туристической целью, приехал в Минск. Я тоже из России. Приехал в санаторий, сегодня отдыхал в Минске с другом. Какой санаторий? Журавушка. Я видел, как мужчины кидались камнями. После того, через минуты-две, забежал ОМОН. Всех скрутили. События, которые произошли после закрытия участков, сегодня прокомментировал глава государства. По оценке Александра Лукашенко, ситуацию в Беларуси пытались взорвать из-за рубежа. Но властям удалось избежать самого жесткого сценария. Мы видим кукловодов. Вот одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже с Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите, у меня сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Они ничего не понимают. Я поручил выдать эту информацию, с расслабленной информацией, чтобы вы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, они продолжают от них требовать, выводите людей на улицу, цитата, и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти. То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно, при 80% голосов, должен передать им власть. Это оттуда идут команды. Надо отдать должное местным, нашим этим. Они возмущены до предела и говорят, что это невозможно, у Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. Ну и те сейчас то ли запрещают им вести эти переговоры. В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели, кто должен осесть, и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину, оттуда ехали, но это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей, которые, понимаете, они не лезут на штыки. Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили, что они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. В Новогрудке и Кареличах, по-моему, подтверждается информация. Они штурмом хотели взять органы власти. Они сегодня 200-300 человек бросили на самый юг. Они окружили райисполком, пришлось пограничникам вмешаться. Там пограничный отрат базируется. То есть, вот в отдельных точках, где они собрали людей, они пытались захватить органы власти. Поэтому то, о чем я говорил, это все подтверждается. Я предупреждал. Майдана не будет. Как бы кому-то это не хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям, третий раз говорю, посмотреть, где их чада. Чтобы не было потом больно. Чтобы мы не ахали, не охали, ранено где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, переломы ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили, чего теперь рыдать и плакать. Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим. Вначале нужно сделать важную ремарку. Некоторые интернет-ресурсы, телеграм-каналы из серии «Страна для жизни» начали публиковать призывы блокировать работу избирательных комиссий и выйти вечером на улицы еще несколько дней назад. А еще информацию, как вести уличную борьбу с силовиками. Часы, которые реализуются. Планы стали реализовываться с полудня. Сообщается, что на некоторых участках были организованы так называемые карусели. Создавались очереди из людей с белыми лентами. В тех же телеграм-каналах людей призывали приходить на участки во второй половине дня. К вечеру 33 участка в стране были фактически парализованы. Делалось это, чтобы заявить, что власть не обеспечила гражданам возможность проголосовать и создать очередной фейк. Чтобы все желающие смогли реализовать свое избирательное право, президент распорядился продлить работу комиссии. И буквально спустя 20 минут из 33 участков, где были очереди, они остались только на одном. Попытка заявить о якобы украденных голосах была провалена. Но давление на членов избирательных комиссий на нескольких участках продолжилось. Протестующие попытались заблокировать несколько участков, расположенных в школах. Президент дал команду провести эвакуацию заблокированных людей военным из своей службы безопасности. Параллельно ситуация уже развивалась на центральных улицах. Не дожидаясь результатов голосования, толпа начала собираться в районе столичного дворца спорта, чтобы затем собраться в общей точке – парке Победы. А это всего 200 метров от Дворца независимости. Сообщается, что группы агрессивной молодежи, в том числе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, провоцировали силовиков. Оскорбляли, порой откровенно набрасываясь на людей в форме. Были даже попытки взять штурмом объекты органов власти. Напомним, к этому призывала одна из кандидатов. Так протестующие пошли на штурм здания РУВД Минской области, которая охраняла всего 12 бойцов ОМОНа. В ходе возникшего противостояния был захвачен сотрудник. Когда его отбивали у толпы и пытались усмирить бесчинствующих, сотрудники милиции применили спецсредства – оружие нелетального действия, в том числе резиновые пули. Пострадавшие есть с обеих сторон – около 40 правоохранителей и 50 гражданских. Задержан около 3000 человек, только в Минске – больше тысячи. По фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции возбуждены уголовные дела. В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий. Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты с записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Возбуждены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках по различным частям статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ответственно за данное действие, соответственно, до 8 и 15 лет лишения свободы. Изучается оперативная информация, переписки в чатах и телеграм-каналах, записи камер видеонаблюдения. Глава Следственного комитета заявил, что зачинщики фактически использовали толпу как инструмент достижения своих целей. И призвал не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Появились и первые оценки. В Беларуси попытались реализовать украинский сценарий смены власти. Использовались различные средства информационной борьбы. Так сторонники альтернативных кандидатов, начиная с пятницы, пытаются вбросить новость о так называемой сакральной жертве. Якобы кто-то погиб. Затем, что в отдельных населенных пунктах милиция перешла на сторону протестующих. Это фейки. Ситуацию оценивают известные белорусы, политологи, доверенные лица кандидатов. Вот здесь мне тоже напоминают вот эти манипуляции с сознанием наших молодых людей. С сознанием наших молодых людей манипуляции для того, чтобы их вывести. И преследуют какие-то собственные, свои собственные цели. Понимаете? И ведь нам очень важно не оказаться куклами в чьих-то руках. Потому что абсолютно правильно было сказано, что кукловоды, они не в нашей стране. И дети этих кукловодов тоже не в нашей стране. Какое им дело до того, как мы живем? Ведь мы много лет выстраивали нашу страну. Мы 16-е в мире по безопасности. 16-е. Мы сегодня можем перемещаться по стране, свободно гулять ночью. Если мы большинство уважаем меньшинство и даем возможность даже проголосовать после закрытия участок, то очень важно, чтобы меньшинство уважало большинство. А это значит признавать выборы, принимать участие в прочих политических кампаниях, в местные органы власти избираться, в парламенты избираться, оставить свою точку зрения, создавать политические партии. Ни в коем случае наши политические дискуссии, какие-то разные взгляды на обстановку в Республике Беларусь не должны становиться причиной для массовых беспорядков. Ведь на кону жизнь наших детей, жизнь наших граждан, имущество, которое мы сегодня строили. Посмотрите, какой прекрасный город. Если мы в нашем городе будем разноводить хаос, потом нам придется из наших же налогов восстанавливать нашу столицу. И я хотел бы просто, чтобы мы уважали жизнь и сотрудника правоохранительной системы, и любого гражданина. Важно понимать, что сегодня каждый, кто сделал свой выбор, он делал выбор, прежде всего, за мирную, спокойную, стабильную страну. И вот любые действия, которые связаны с нарушением общественного порядка, с дестабилизацией ситуации, они направлены прежде всего на то, чтобы мы незаконным образом начали изменять политическую систему. Все попытки вмешаться в результаты голосования, вмешаться в результаты выборов путем силы, контрпродуктивны. Ни к чему хорошему это не приведет. Все попытки вбить клин в наше общество закончатся большой бедой. Нам вместе строить наше государство. Нам вместе растить наших детей. Нам вместе думать о нашем будущем. Наше будущее может быть построено только на строгих законодательных основах. И только тогда, когда все мы будем их, эти законы, соблюдать. Многие из участников вчерашней акции в больнице. Кто-то задержан, и их действием будет дана правовая оценка. Сегодня трудно представить, что бы было, если бы сценаристам смены власти через уличные протесты удалось реализовать свои планы. Или в ходе уличной активности кто-нибудь погиб. В том числе и среди детей. КОНЕЦ КОНЕЦ